Особое мнение на 101FM Я слежу, Мария И все им дают, и всем им помогают А у нас здесь, наверное, все не очень Вот мне интересно ваш взгляд теперь, как человека, который, наверное, и здесь пытался получить какую-то помощь И там пытается получить помощь при открытии Вообще, насколько там легче или проще вести бизнес Насколько понятнее, насколько больше возможности получить какую-то помощь Вот об этом хочу поговорить Не знаю, нужен еще какой-то вопрос или... Да нет, вопрос в принципе мне понятен Я тоже задавался таким вопросом, когда полгода назад принимали мы решение об открытии офиса в Санкт-Петербурге Мы тоже задавались именно этими вопросами Я на свои вопросы ответ получил самостоятельно абсолютно Дело в том, что у нас существует в России две градации Скажем так Есть Москва, это действительно столица И там действительно огромное бюджетное вливание А разница здесь Самая ключевая это то, что это более молодой город И в соответствии с этим, конечно, он более креативный, более творческий и более предпринимательски активный Деловая активность там гораздо выше, чем на вятке Мы ведь говорим, молодой-то не о 300 и 650, а о людях Ведь прежде всего город, регион, это люди Это даже не здания, не дома Хотя архитектура, конечно, в Санкт-Петербурге, без сомнения, прекрасна Глаз радуется Но, уйдя чуть-чуть дальше от центра, мы точно так же видим такие же проблемы, которые и на вятке видим Фасады, например, на набережной, которые у нас Да, вот наш офис, например, в Санкт-Петербурге находится на английской набережной 52 Это финский залив, это набережная Невы И его, конечно, не тут вылизывают по несколько раз в день Но мы уходим на соседнюю улицу И там, простите, то же самое, что и на вятке И неубранный мусор, и зимой неубранный снег Все то же самое, это та же самая столица, только с более молодыми и креативными людьми Что прекрасно За счет этого, конечно, Санкт-Петербург даст большую фору в вятке Но что особенно мне заметилось, и что особенно меня затронуло Это то, что наш офис находится, конечно, рядом с такими туристическими достопримечательностями Как Дворцовая площадь, Новая Голландия Я там, за этот период, в этом большом городе Буквально за три месяца с Нового года Я там встретил, абсолютно не договариваясь на встречу Пять наших вятских земляков, предпринимателей Которые тоже теперь ведут бизнес и там То есть многие активные предприниматели У которых бизнес, например, связан не с производством, а с оказанием услуг Они во многом стремятся куда-то выехать Потому что услуги действительно в Санкт-Петербурге и в крупных городах стоят дороже Если у нас, например, самый крутой барбершоп, не будем там называть его по неймингу Он у нас просит полторы тысячи, то в Санкт-Петербурге рядовой какой-то там барбершоп Не очень средней руки От двух, двухсот начинается Стрижка, да? Я про мужскую То же самое касается остальных услуг Но с другой стороны, ведь и жизнь дороже Вот я тоже часто слышу Поедем там в Москву, в Питер, будем зарабатывать больше Ну так ведь и тратить больше Это касается недвижимости, аренды И, кстати говоря, насчет аренды Аренда стремительно приближается к уровню аренды в Кировской области на Вятке Там пустующих площадей Вот в этот высокий сезон Когда начинается уже активность большая туристическая И, казалось бы, за рубеж ездить уже проблематично простым гражданам Все должны бы ездить в Санкт-Петербург, в Москву, в Казань Через одно помещение общепита пустует Помещение просто пустует Что, конечно, нам явно говорит о том, что есть проблемы и в бюджете Санкт-Петербурга Потому что малый и средний бизнес, занятый в том числе и в туристической сфере Он наполнял существенно казну Санкт-Петербурга Сейчас этого меньше Сейчас, опять же, все смотрят в Москву Что-нибудь нам пошлите И получается история такова, что большие города немножечко вытягивают Уж по-простому говоря Вот этих активных предпринимателей Которые могли бы реализоваться здесь на Вятке За счет того, что население очень бедное у нас Конечно, в Санкт-Петербурге люди побогаче И платежеспособный спрос, он повыше Даже и за счет туристов А вот если говорить как раз то, о чем я начала Если говорить, вы говорите с одной стороны Вы говорите о том, что услуги там подороже То есть предприниматель, думая, что буду делать то же самое, но получать больше А вот по поводу поддержки, по поводу простоты Ведения, открытия бизнеса Вот здесь есть какая-то разница? Разницы нет никакой Я вам расскажу одну историю интересную Которая произошла со мной неделю назад Был как раз приурочен к дню предпринимательства То, что у нас здесь происходило много круглых столов Много форумов В Санкт-Петербурге та же история Меня пригласили на такой предпринимательский форум Санкт-Петербургский форум предпринимателей Он проходил в гостинице Санкт-Петербург В качестве спикера и ментора Ну уж не мог отказаться от слова ментора Но кое-что рассказал Так история та же самая Также были приглашены представители власти Которые заведуют на подведомственной территории То есть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Государственной поддержкой В том числе финансовой, не финансовой Консультативной, любой другой Они говорили ровно тот же самый текст Который говорят наши Замечательные Значит Заботящиеся о благе предпринимательства И точно такие же трудности возникают при получении финансовой поддержки Первое это невозможность малому микробизнесу Получить более или менее солидные финансовые средства На открытие своего бизнеса беззалоговые Так же как и у нас И конечно же это огромное количество документов Которые приходится собирать для того, чтобы получить маломальскую поддержку Огромное количество И это все люди понимают И даже чиновники, которые присутствовали на форуме Подтвердили то же самое Да, мы вынуждены запрашивать у вас огромное количество документов Но таковы правила И конечно Решением бы стало Перенять опыт Европейского Союза И посмотреть как там выдаются Так называемые еврогранты Вообще никто не ждет От стартапов тех же самых Тех людей, которые начинают свой бизнес Какого-то возврата Да с процентами Да в какие-то сроки Нет, просто выдают И следят за правильностью Реализации вот этого бюджета Который выдан безвозмездно То есть даром Все Единственное, что может государство Существенно повлиять на развитие бизнеса Увеличить количество малого и среднего бизнеса В конкретном своем регионе Это вот так относиться к своему бизнесу Если вы мне скажете О том, что это невозможно Это же бюджетные деньги Как же так? Это же налоги Знаете что? Вот у нас есть Такие коммерческие организации Как микрофинансовые организации Там При выдаче кредита Сколько с вас документов потребует? Да паспорт только И ничего проверять не будут И они надеются на то, что За счет вот этих больших процентов Кто-то не отдаст Но кто-то ведь и вернет И тут Такая же ориентация должна быть у государства Да, кто-то абсолютно закроет свой бизнес Разориться Но кто-то и выстрелит И полетит И будет приносить в бюджет Соответствующие Большие Не скромно большие деньги И за счет этого Разовьется и малый и средний бизнес И уровень занятости поднимется Ну а пока Общим решением Вот этого Петербургского форума предпринимателей Был единственный Единственный вывод Ну он конечно не единственный Но очень меня затронул Лично меня затронувший Что основным драйвером Развития малого и среднего бизнеса В России Является вынужденное предпринимательство То есть Когда у вас турнулись предприятия Вот тогда вы идете в малый и средний бизнес Это не совсем правильно Но это единственный инструмент Сегодня реально работающий Развитие бизнеса Развитие бизнеса, да Ну как бы это ни звучало Слушайте, а с другой стороны Может быть у нас менталитет такой Ничего подобного Менталитет у нас прекрасный Как у всех Единственное, что нас приучили Что надо сидеть спокойно, ждать Не дергаться Денег дадут И я людей с такой точкой зрения Прекрасно понимаю Ну потому что в наших сейчас В теперешних условиях В том числе санкционных ограничений Вы знаете Вот я вынужден вести бизнес И вынужден развиваться Ну просто чтобы не загнуться И не распустить там Людей, за которых я взял ответственность На себя И я понимаю таких людей Которые также ведут бизнес Как я Лишь бы, лишь бы То есть вы хотите сказать Что если сейчас А если у вас его нет бизнеса Начинать-то его какой смысл? За счет чего? Ну не за счет же 200 тысяч Которые выдают По социальному контракту Нет, ну а вот смотрите Вот сейчас Как раз та ситуация Когда, казалось бы Через год Нам объявят о том Что рост малого и среднего бизнеса Это очень значительный Потому что сейчас Именно сейчас Очень многие оказались В ситуации Когда надо что-то делать Потому что стабильности не стало Не стало работы Не стало еще чего-то Ну вот я вам об этом и говорю Единственный драйвер развития Реально работающий на сегодня Это вынужденное предпринимательство Да, возможно Да, вырастет Но вы знаете Это не благодаря Государственной поддержке Это скорее Вопреки этой Государственной поддержке Вынужденное Это предпринимательство И тут вам и будет И гаражная экономика И все остальное Поэтому да Действительно вы правы А вот еще интересно Я уже задавала этот вопрос Другим нашим спикерам Вы говорите о том Что вот много предпринимателей Едут там в крупные города В том числе в Санкт-Петербург А поедут ли сейчас Поедут ли сейчас люди Наоборот в деревню И в глубинку Учитывая вот все эти Санкционные вещи Там запрет на ввоз Каких-то продуктов Еще чего-то Цветов Не знаю То есть вот получится ли Вот еще в этом направлении В этом смысле Я конечно большой скептик Потому что большие Там как вы их называете Столичные компании Которые думали о своем развитии Уже давно заходят в регионы И сливки снимают Возьмите там большие крупные Для примера я просто Федеральные сети Пятерка уже давно в Кирове Там магниты и все остальное Они все же давно здесь То же самое касается И малого и среднего бизнеса Скажем Ноунеймов Они тоже уже давно здесь Только проблема-то в другом Когда они сюда переезжают Когда они открывают Здесь там Либо офис Либо торговую точку Они же рассчитывают На платежеспособный спрос А его-то здесь нет Поэтому они как открываются Так и закрываются Много компаний из Москвы Потому что действительно Там конкуренция Достаточно высокая Много поехали в Питер А в города Миллионники Но проработали там Полгода-год И закрылись Такая же история Ровно Произошла В свое время И с нами Когда мы Открывали офис В Сыктывкаре Рассчитывая на то Что конкуренция Небольшая И мы сможем Там раскрутить Свои услуги Так вы знаете Конкуренция Конечно там Действительно Небольшая Но там и рынка-то Нет Юридических услуг Там нет Платежеспособного Спроса И мы через Три месяца Просто Зафиксировали Убытки Закрыли офис И пошли дальше Это абсолютно Нормальная история Но я Просто к тому Что на самом деле Вот прям Нелакомый кусок Для столичных Компаний Кировской области Если они сюда И пойдут То они пойдут Сюда ровно Для того Чтобы вот Попробовать Свои силы А вдруг выстрелят И никто им Здесь гарантии Не даст На то Что они здесь Хорошо заработают То есть Отсутствие Конкурентов Допустим На данном этапе Это вовсе Не значит Что Еще никто Не открыл Эту нишу Вот и такое Гениальное Это скорее всего Как раз и свидетельствует О том Что отсутствует Рынок О том Что здесь люди Еще не привыкли Не знают Как потреблять Данный товар Или не знают Как потреблять Данную услугу И раскачать Этот рынок Можно только За счет Как раз таки Большой конкуренции Именно в самом регионе Наша Это главная задача Я имею ввиду Современных Предпринимателей И просто Активных Жителей Региона Там Страны В каждом регионе Отдельно Это как раз таки Создать Именно Как бы это ни звучало Но Добросовест Как можно больше Добросовестной Конкуренции То есть Чем больше будет Малого и среднего Бизнеса На территории региона Тем Всем будет лучше Начиная с бюджета Заканчивая Простым Жителем Это вам и рабочие места И Значит Поступление в бюджет И вы просто Раскачаете Именно свой продукт И свою услугу На территории В одиночку Это не сделать Если вы не Сбербанк Или Газпром А если вариант Работать на территории Кировской области Ну допустим Я Все пытаюсь говорить О производстве О земле Еще о чем-то Да Чего у нас много А продавать В Татарстан Например Да пожалуйста Пожалуйста Если вы сможете Зайти на этот рынок На высококонкурентный рынок Да Я считаю Это прекрасно И ведь наши компании Этим занимаются Много Где Есть Продукции Наших Производителей В том числе И агропроизводителей Вот Для примера Могу кстати Вам сказать Что В Санкт-Петербурге Есть много Продуктов Из Вологды Молочки Но кировских Там нет Почему нет Это вполне возможно В формате Специализированного Магазина И точно Там найдется Желающих Приобрести Эти Высококачественные Наши продукты Сельского хозяйства Почему нет Это хорошо То есть Я к чему Рассказываю Это К тому что Региональные компании Вот в настоящее время В настоящих условиях В условиях Санкции В условиях Снижения Потребительского спроса И даже Я бы сказал Потребительской паники Гораздо проще Гораздо проще Региональной компании Выйти В большие города Чем Столичные компании Выйти в регионы Потому что Уже база Есть у вас Здесь Вы уже свой продукт Знаете Можно попробовать Продвигать Это гораздо более Выгодная ситуация Для региональных компаний И поэтому Есть некий Небольшой Но тренд По Как раз таки Тиражированию Своего бизнеса На территорию Других регионов В том числе Крупных Столичных А вообще Вот Ситуация Которая сейчас В стране Сложилась Она На ваш взгляд На бизнес Повлияла С плохой стороны Или наоборот С хорошей Двух мнений Быть не может Только с плохой Вот Мы гордо Называемся Международной Юридической Компанией У нас Есть Представители И в Регенсбурге В Баварии В Германии И в Лондоне В Соединенном Королевстве Да Но к сожалению Мы даже Не можем Настроить По хорошему Там В Белую Без каких-то Там Прокладок И так далее Платежи Ну Слушайте Мы вынуждены Как-то Часть своих Мощностей Которые Мы задействовали В международном Праве Да И в том числе Интеллектуальных Перенастраивать Их как раз Такие Вот На внутреннюю Повестку И работать Здесь В общем Всем Кто работал На экспорт Всем Кто работал С какими-то Международными Партнерами Стало сложнее Конечно А кроме Кроме Прочего Хочу вам сказать Что вообще-то Российская Федерация Экономика Российской Федерации Достаточно Сильно Была Интегрирована Именно В мировую Систему И экономика России Во многом Во многом Зависит От Там Импорта И соответственно Нашим экспортерам Казалось бы О как здорово Как хорошо Ничего подобного Издержки Выросли Многократно Многократно Поэтому Ничего хорошего В этой изоляции Российской Федерации Экономики Российской Федерации Нет Это усложнило Гораздо Более и более Нашу деятельность Бизнесовую Даже тем Кто работает Внутри Даже тем Кто работает Внутри Страны Я не знаю Давайте возьмем Это же сельское Хозяйство Семена Импортные Импортные Значит Поголовье Скота Там Которая Породистая Тут тоже Все импортное Поэтому Ну Никакого Натурального Хозяйства В современном Мире Быть не может Мы все Очень интегрированы Друг в друга А вспомните Про телефон Вот мы С вами Рассуждаем О том Что Давайте Закроемся Тут Железным куполом Накроем Страну Да Звонить друг Другу Мы как будем А как мы будем Вот я сейчас Замечательно Вчера На всем известной Авиакомпании Прилетел Из Санкт-Петербурга Буквально Два часа И я здесь Хорошо Сейчас Пока Запчасти Есть Они разбирают Те самолеты Которые у них Как бы Есть А дальше Что будет Опять На РЖД Так я вам сообщу Что цены на РЖД Уже поднялись И будут Поднимать И чем меньше Самолетов Будет летать Тем больше Будут цены В РЖД Подготовительного Этапа не было Да Когда бы мы Сначала Свои семена Научились выращивать А надо ли это Если у кого-то Лучше получается У кого-то Климат Для этого Больше подходит Зачем Зачем Ушел новый человек И плохо Это или хорошо Теперь обсуждают Что сделал Этот новый человек Что он сделал Уже успел сделать Хорошо А что плохо Вот вы Я думаю Что следите Да Очень внимательно Очень внимательно Вот что на ваш взгляд В его Уже вот В этом Вхождении Ведь это Подготовка По сути К избирательной Компании Сентябрьской Вот что здесь Идет Красиво И хорошо А что не очень В его пользу Может быть Хороший вопрос Задали Давайте я попробую На него ответить Ну Рассказать вам О своем видении Это всего процесса Вы знаете Это не совсем честно Вот так делать То есть Прежнего губернатора Отправлять В отставку За полгода До выборов И Значит Принимать Некого назначенца Из Москвы Для того Чтобы он тут Пиар Свой Личный Своей команды Сделал И уже Без конкуренции Не выходил На выборы Слушайте Ну Это же всегда И везде так К этому Уже пора Привыкнуть А кто сказал Что это нормально Я считаю Что это не совсем нормально И это неправильный подход И это точно Не мотивирует Губернатора Там Соколова Либо Там Птицына Без разницы Каким-либо Реальным шагам Все равно Что он за человек Без разницы Главное И важное Для нас С вами Для жителей Региона Это то Чтобы это был Высокий профессионал И занимался Развитием Региона Но И по его Первым шагам И я думаю Что и по последующим И до конца Его губернаторского Срока Он будет Отчитываться Не перед нами Не с вами По существу А перед Москвой И это плохо И он будет В первую очередь Стараться быть удобным Не для жителей Региона А для Значит Своего руководителя В лице президента А вот Откуда у вас Такие выводы Люди ведь видят Допустим Телеграм-канал С открытыми Комментариями Они пишут Он значит Отвечает Что ребята Ваши проблемы Вижу Вот Собираюсь в Уржум В Вятские поляны Оттуда больше всего Проблем А почему вы Вот так вот Резко-то сразу Что он Не с людьми Общаться приехал Может быть Конечно Я резко Но дело в том Что Общаться с людьми Конечно важно Принимать жалобы Конечно важно Но нужно Еще и дело делать Что конкретно Сделал Губернатор И прежний И нынешний Который полностью Встроен целиком В эту систему Государственной власти Существенного Вот что Можно ли за три недели Что-то сделать Можно Можно Я бы сделал И это я не к тому Что вы поняли Да Сделать можно Насколько мне известно Не проведено Еще ни одной Консультации С действительно Видными Экономистами Там Общественными Деятелями Кировской области Мы пока все С чиновниками Разговариваем Создаем Телеграм-канал Так и у вас Есть свой Телеграм-канал И у меня Есть свой Телеграм-канал Так что мне За это Памятник На театральной Площади Поставить Тем более Наверняка Этот телеграм-канал Создавал И не он А его Служба Ну вот Многие Обвиняют В том Что Очень сильно Идет по сценарию Васильева То есть Те же встречи Те же там Планы Да я вам про что и говорю А зачем Заморачиваться Что называется Если все уже Весь сценарий Этот Написан в администрации Президента Российской Федерации Я посмотрела Да кстати У нас же Тогда в один день Было несколько назначенцев И у всех Примерно Одинаковый Чек-лист Да Абсолютно верно Телеграм-канал Тот же он У всех Живые какие-то Видосики Визиты Супруг Прогулки По городу Создание Телеграм-каналов Принятие Жалоб Чаний Населений Да На человечность Какой-то упор Да в этой компании Делается Получается На то чтобы Показать Какой человек Давайте так Упор делается На пиар Конкретного человека Любым способом Все равно Ну в рамках Разумного конечно И на кого-то Действительно Эти методы И способы Воздействия Они эффективны Но для более Или менее Там Для средней руки Даже предпринимателей Которые Ну хотя бы Чуть-чуть Там От своего бизнеса Скажем так Могут голову поднять Они Считывают это Моментально Для чего это делается И с легкой Как бы Ухмылка Идут дальше Они все Прекрасно Все понимают Жители Нашего города Очень умные Талантливые люди Они знают И видят Что вообще-то Так дела Не делаются Сначала Надо поговорить С людьми А вот эти Инструменты Новомодные Которые Прописаны Значит Методички Администрации Президента Ну окей Ну мы же Все прекрасно знаем И прежний Губернатор Не очень Сильно Когда Себя Скажем так Контролировал Он Мог Процитировать Известные Истины Что бизнес Надо Ощипывать Как кур Чтобы он Кричал Но как бы Не издох Я вас Уверяю Он чуть-чуть Поработает И будет То же самое Каких-то Огромных Больших Исходя В том числе Из политических Из экономических Ситуаций И вообще Тенденций Которые сейчас В Российской Федерации Есть Он Будь Трижды Прекрасным Человеком Великолепным Семьянином И Мудрым Стратегом Он не будет Раз уж он попал На эту должность Он не будет Что-то делать Вопреки Этой системе Вопреки Указаниям И там Указующей Направляющей Линии Правящей партии А у нас партия Одна Администрация Президента Сейчас похоже Других нет Я услышала то Что если кто-то Хочет чего-то Поскорее Какую-то Свою проблему Решить Надо это делать Скорее Да Слушайте Поздно Поздно Если вы хотите Что-то Какую-то Свою проблему Решить С помощью Я сейчас Говорю вам Не о коррупционном Методе А именно Если вы хотите Решить Какую-то Свою Канализацию И соответственно Они вам Поменять Лампочку Вот Мелочь Ну вы Сами Это можете Сделать По большому Счету По поводу Выборов Давайте поговорим После рекламы Особое мнение Здесь много Много Это есть Просто даже Беседовать С товарищем Майором Поэтому К сожалению Я думаю Что и даже Дискуссии Как в прошлые годы Не получится Ведь раньше Мы надеялись На эту Предвыборную Компанию Чтобы хотя бы В этот период Прокричать Свои требования Свои пожелания О том Чтобы Действительно В Российской Федерации Была свобода Предпринимательской Деятельности Не просто Как конституционный Принцип Но и Как моральный Принцип Но К сожалению Я боюсь Даже Этого Мы За этот Период За три месяца Мы сделать Не сможем Кто-то Подвергнется Самоцензуре Мне кажется Самое страшное Что может быть Яркие Ракеты Кандидаты Я не сомневаюсь Что они у нас есть Нет Конечно Есть Кого-то Просто попросят Не участвовать В этих Выборах И вы знаете При той ситуации Которая сейчас есть Наверное Никто даже И спорить не будет К сожалению Вот Нас Я думаю Что Скорее всего Ждет Скучная Рутинная Подготовка И освоение Бюджета Под выборы Кто-то на этом Заработает Типографии Рекламные Агентства Я надеюсь Что СМИ Тоже чуть-чуть Заработает И это будет Неплохо Вот единственное На что я могу Надеяться На некоторый Экономический Оживляш Но точно Не на политический Потому что Те люди Которые Высказывали И высказывают Своё Политическое Жёсткое Мнение У которых Есть своя Точка зрения Они как его Высказывали Так и Я надеюсь И будут Высказывать Но это мнение Может быть я ошибаюсь Но я так вижу Это мнение Сейчас Выше К сожалению Даже Регионального Уровня Не поднимается Потому что Опасно Мы можем ругать Значит Городские Власти Можем ругать Значит Территориальное Управление Максимум Мы можем ругать Значит Председателя Правительства И его Замов Но не больше Выше Уже Боятся Это очень Плохо И это Всем нам Ещё Впереди Аукнется В том числе И в экономическом Смысле Потому что Когда нет Здоровой Конкуренции Как и в бизнесе Как и в политике Страдает Простое Доселение Региона Те же самые Бюджетники Малый и средний Бизнес И все 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 Начиная от детей Заканчивая пенсионерами Поэтому Конкуренция Всегда Хорошо Но сейчас Все чувствуют Да Что вот эта рука Она очень Очень сильная Да И Политика Страны Она В общем-то Да Давлеет Тем более Те люди Которые Скажем так Привыкли Черпать информацию Из телевизионного Проигрывателя Назовем его так По старому Те конечно Подвержены Очень жесткой Самоцензуре Плюс В проигрывателе Стало Сильно Меньше Кнопочек Так она Одна Так она Одна Так же Как и один Только есть Претендент На кресло Губернатора Это Врио Который Назначен Ровно за Три месяца До начала Выбора Хотя В общем-то Смотрите Да Мы сейчас Пытаемся Что-то Списать И на Политическую Ситуацию Да И так далее А ведь В прошлую Выборную Компанию По сути То же самое Было А чем Отличается Скажем так Ситуация Отличается Кардинально Ничего подобного Ситуация Вот В политическом Смысле Она и тогда Началась Она началась С четырнадцатого Года И уже И даже раньше Я считаю Просто сейчас Это стало Явно Просто сейчас Стало больше Уголовных дел И административных Дел Вот и вся Разница Вот поэтому Эта компания Будет еще Более беззубой И еще Более Молчаливой В отличие От той А так Тренды Все те же Самые Есть назначенец Из Москвы Из администрации Президента Он И выиграет Эти выборы Если не случится Какого-то Форс-мажора На выборы 168 миллионов Тратят Из областного Бюджета Это Зачем А это на самом деле Небольшие деньги Для Поддержания Имиджа Российской Федерации Как бы Демократического Государства Потому что Вы же знаете Что у нас На СМИ Тратится Нам теперь Интересно Поддерживать Имидж Какой-то А конечно Для кого-то Нам с вами Нет А мы Любим Правду А для кого-то Это интересно Для кого-то Интересно Для кого-то Главное Шашечки Что называется А не ехать А про СМИ Начали вы говорить На СМИ Тратится На пропагандистские СМИ Я бы так сказал Даже Тратится Гораздо Больше В десятки В сотни раз Денег Чем вот На эти Избирательные Компании Ну Гораздо Больше Поэтому Это всего лишь Инфоповод Для того Чтобы пропагандистские СМИ Раскрутили Вот эту Разыграли эту карту Вот смотрите Несмотря ни на что На железный занавес Мы ничего не отменили Демократические Процедуры есть И мы На Конкурентных Как бы Выборах Принимаем решение Прислушиваясь К мнению Населения Граждан Российской Федерации Раз уж Мы говорим О выборной Компании Да Не можем Мы Не вспомните О том Что И депутатов Гордумы В этом году Мы будем Выбирать И вот Интересно Ну Насколько я помню До февраля Точно Везде Там Особенно В телеграм Каналах Ходили Вот эти Мысли О том Что Единая Россия Возможно Не сможет Набрать Большинство Но Вот Мелкие Приятели Так скажем Ей В этом Помогут Да Вот Как думаете Изменилась Если ситуация Сейчас Вот Праймери С итоги Может быть Вы смотрели Да Вот Из этого Списка Людей Вот Какие Это выводы Можно сделать Единая Россия Пусть Небольшое Но Будет У нее Большинство Это Точно Они В любом Случае Будут За счет Скажем Примкнувших К ним Лиц Занимать Точно Доминирующее Положение Но Это Стратегия Небольшое Формально Опять же Будет Не очень Хорошо Если Мы Как Северокавказские Республики 99 9% Будет У Единой России Мы По выборам УЗС Видели Что Оппозиция Это В городе Она Сильная В городе Она Сильная Она И Казалось Нам И в региональном Парламенте Должна Быть Сильной Так Она И есть Есть Отдельные Депутаты Имя Фамилия Отчества Которых Мы Знаем Которые Как 10 лет Назад Выступали Ярко И Не скрывали Свои Жизненные Позиции Так Они Делают И Сейчас Но К сожалению Это Не имеет Большого Сделать Скажем Так Более Мягкой Спокойной Экономически Сытой Жизнь Населения Кировской Области Да Можно Высказываться Это Прекрасно Хотя Бы Эти Голоса Есть Они Вселяют Надежду В наше Светлое Будущее Но Какие Важные Решения Экономически Существенные И значимые Для региона Все равно Будет Контролировать Единственная Наша Политическая Сила Которая Обречена Именно Обречена На победу И на Муниципальных Выборах И на Региональных Вы же Помните Историю Например С партией Новые люди Сколько Людей Возлагало На них Надежды А что Мы видим По голосованию В итоге Как Голосует Единая Россия Так Голосует Партия Новые люди То же Самое Будет И К сожалению К моему Большому Сожалению То же самое Будет И в Городской Думе Да Будут Яркие Депутаты Да Будут Громкие Их Голоса Но Вы понимаете Это всего лишь Одна Поднятая Рука Хотя Она Конечно Важна Безусловно Важна И Мы Мы На них Надеемся А Все Таки Приимает Решение Большинство А Большинство Будет За Про Правительственные Партии А вот Слово Обречено Вы здесь Использовали Что Вы В него Закладывали Даже Если Они Будут Сами Из Подваль Мешать Себе Прям Заниматься Простите за такое слово Вредительством И прям Делать Все Что угодно Чтоб Их не выбрали Их все равно Выберут Их все равно Выберут Не хотите Заставим Не можете Научим Но они все равно Займут Лидирующее И самое Значимое Место Будь то В Думе Городской Будь то В ЗАГС Собрание Просто потому Что мы знаем Кто эти люди Это директора Заводов Ответственность На которых Лежит За тысячные Коллективы А попробуй Вот не выберись Что дальше Будет С твоим Предприятием Учитывая То что Мы знаем Что вообще Все наши Крупнейшие Налогоплательщики Кировской области Весьма И напрямую Зачастую Даже напрямую Зависит От Москвы От администрации Президента Это даже Не уровень Ответственности Губернатора Кировской области Ну вот В списке Кстати Больше Врачей Чем Директоров Предприятий В списке Победителей Праймериски Слушайте Ну Врачи Кто Главные Врачи Своих Больниц В ответственности Которых Находится Вот сама Больница Ее материальное Обеспечение Напрямую Из бюджета Это нам только Говорит Ведь может Говорить Только об одном Что даже Директорам Предприятий Уже не так Доверяют Лучше мы Посадим туда Уж совсем Подневольных Главных Врачей Которых Мы можем Если что И уволить И наказать И завести Уголовное дело За неправильно Освоенные Бюджетные Средства Чем даже Доверять Нашим Предпринимателям Крупным Которые Вообще-то Дисциплинированные Люди А вообще Смотрели Вы в списке Победителей Еще что-то Интересное Увидели Ничего Там интересного Кроме бюджетников Не увидел И вот Этого Скажем так Уклона На более Послушных На более Причесанных Будущих Депутатов Большая Очень Поддержка У Елены Ковалевой Я посмотрела Ну там Тысяча с лишним Голосов Хотя у Кого-то У победителей Есть там По 200 С чем-то По 300 А тут Тысяча с лишним А давайте Мы с вами Сразу же Чтобы не вводить В заблуждение Наших Слушателей Мы с вами Сразу же Оговоримся Что Праймерис Одной Единственной Партии Вообще-то Голосуют В этом Праймерис В основном Как раз Члены Этой партии И они выбирают Из своих Партея-геносцев Слушайте Я голосовала Тоже А вас таких Между прочим Мало В основном Голосуют Конечно Партийцы Вот поэтому Такой хороший И большой Результат У Елены Васильевны Ну ведь Елена Васильевна Скорее всего Не захочет Идти В Думу Ну Терять В должности То есть Так погодите Она Сейчас Войдет В Думу А большинство Ее Однопартийцев Проголосуют За нее И она станет Не просто депутатом Городской Думы А самым первым Депутатом Городской Думы То есть главой То есть Можно уже Начинать предполагать Что глава города У нас Скорее всего Вы же видите А коней на переправе Между прочим Не меняют Ну губернатор Ведь поменяли мы Ой На самом деле Фамилия этого человека Как бы Ну ни о чем не говорит Абсолютно Время у нас Закончилось А как жаль Спасибо Олег Вам большое За разговор Доброго дня Вам Доброго дня Нашим слушателям Благодарю вас До свидания Особое мнение На 101FM